В карте Dead Dust 2, в общем-то Саспект у нас играет с ЦЗшкой, счет у нас 6-11 и собственно будем смотреть, что у нас будет придумывать Саспект. Так, перед тем, как он зашел на базу террористов, он пошифтил, а значит он уже знал, что на базе находится какой-то персонаж. Либо ему дали инфу, что на базе стоит человек с АВП. Здесь он вероятно услышал его шаги, но и пока ничего подозрительного я не вижу. Так, 4 террориста у нас направляются где-то ближе к Б, а наш Саспект тем временем смотрит Миду. Прошли уже на точку Б, пытается прострелить дверь, убивает в Миду, но ничего подозрительного он пока не делает, по крайней мере я не вижу. Остается 1 на 1, зная то, что он за Иксом, ага, здесь начал выбегать, не знаю, слышно ли было его шаги, когда он уже начал бежать, но мне кажется так быстро он сориентироваться не смог. Не знаю, может быть по инфе тот человек, который еще валялся, то есть которого убили, он мог ему сказать. Так, ну и этот раунд судя по всему отдается контртеррористам, опять же, противоположная команда сливается жестко. Так, заходят террористы в Миду, он его убивает, нифига себе. Вот здесь немного подозрительно было, тут инфы даже не было, никто об этом не знал. Так, вот это он увидел через дверь, офигеть, он раздает просто налево-направо. Ну вот этот первый килл в Миду, вот это он был подозрительный, да. А вот сейчас навелся через дверь, вот сейчас немного палево было, то есть он заранее прицел поднял вверх, хотя это можно было определить по звуку, но не знаю. Давайте последний раунд, опа, неподобающее поведение. Хотя бы один пункт, хотя бы один точный пункт есть, а, и его убил свой тиммейт. И террористы взяли раунд, так, еще один дополнительный раунд, чтобы определить является ли он читером. Смотрите, наводится через дверь, он четко навелся на террориста, но он наверное побоялся как бы выходить, чтобы не спалиться. Все-таки он играет очень аккуратно, даже если он читер. Так, увидел человека в Миду, сейчас он где-то на нуле. Зная то, что он на нуле, ага, и сливается. И опять террористы берут раунд, и еще одна попытка будет у спецназа. Так, а вот здесь вот уже немного палево было, и террористы опять взяли раунда. Что такое, они закончить не могут, даже если они играют в читом. Он заранее навелся на противника, и когда он уже вышел из-за стены, то он начал стрелять. Но тем не менее он не убил, то есть читы не помогли ему. Здесь можно просто было услышать, а тот человек щелковый зумом. Не знаю, очень странно и очень непонятно. Нельзя просто так взять и определить. Он играет очень сайвово, очень аккуратно он играет. И опять контртеррористы в меньшинстве. Ну и сейчас, мне кажется, он все сделает. Счет 9-16, ну блин, давайте принимать решение. Помощь в прицеливании. Его не было, то есть ему у него не было, и мог всяких таких прочих шняк у него не было. И вот помощь в обнаружении. Вот этот вот странный, но мне кажется, все-таки у него был ВХ, потому что слишком он уж странно наводился, то есть он выходил на префайерах. Наводился он уже по стене, и когда он уже выходил в открытое противостояние, тогда он уже начинал стрелять. Поэтому я здесь поставлю галочку. Он играл скрыто, да, он не показывал то, что он читер, пытался не палиться, но все-таки мне кажется, то что он читер. Можете писать в комментариях, если вы не согласны с моим мнением, я обязательно прочитаю. Так, другие вспомогательные средства, я этого не заметил. Ну и неподобающее поведение, это я заметил то, что он убил своего товарища по команде в самом начале раунда. Кстати, странно то, что его не забанили. Но тем не менее, опубликуем вердикт. Так, ну что, сразу же переходим к следующему делу. Будем смотреть уже на карте Мираж. Счет у нас 0-1. Судя по всему, сразу же после пистолетного раунда на него кинули репорт. Ну и давайте посмотрим, что же, собственно, не так в этом матче. Не видно было контртеррориста за этими ящиками. Но тем не менее, он навелся и до конца ждал, пока тот вылезет. Не, ребят, это как бы сразу уже видно то, что ВХ, он четко нацеливается даже сквозь ящики. Это не инфа, это просто он четко нацеливается через ВХ. Остается 2 в 3. Собственно, все 3 на миду. И сейчас просто с петухом посмотрите, что происходит. Так как так-то, ты зачем перезаряжаешься, если можно сменить девайс и просто пострелять с пистолета? Ну, он знает прекрасно то, что слева от него находится контртеррорист. И просто сейчас смотреть, что будет. Да, он его убивает. И, кстати, странно, странно у него отводится прицел. Но это уже как бы читер. То есть, я уже полностью знаю то, что ему надо ставить. Но давайте по тех и ради все-таки досмотрим это до конца. Не дохуй, блядь. Сейчас будет перестрелка в коврах. В общем-то, наш любимый The Suspect прекрасно понимает то, что сквозь стены он умеет смотреть. И просто посмотрите на контртеррорист. Он сейчас будет в таком недоумении. Нет, ну это, ребят, ну это ВХ, вы сами все видите, да? То есть, он сквозь стену навелся, посмотрел. Да, это ВХ как бы. Но все-таки он сделал немного поинтереснее. Он не просто его убил, он зарезал его с ножа. Не знаю даже, почему он играет с петухом. Если бы я играл с щитами, я бы, наверное, тащил только с Аскаром, там, или с ВП, что-нибудь такое. Смотрите, что он сейчас будет придумывать. Справа от него находится противник. Боже, он такой глупый. Он навелся на него и даже не попал. Подозреваемый, судя по всему, что-то он сейчас настроил. И пойдет с новыми настройками убивать и покорять сердца контртеррористов. И, да, хэдшот. А, какой хэдшот? Сначала попал в хэд, но потом уже добил в тело. А вот здесь вот уже хэдшот, да. Не, ну он спокойно сейчас сделает эйс, ребят, смотрите. Так. Боже, как он жестко жмет. Убивает он четвертого игрока. И сзади него. О, и не хватает нашему саспекту немножечко скилла. Как говорится, чит купил, а скилл не купил. Вот такие вот дела происходят с нашим саспектом. Не смог просто убить пятого. А так был бы эйс. Но ничего, такое тоже случается и даже с читерами. Он уже не скрывает ни капли то, что он играет с читами. Но он просто начинает нашивать сквозь стену. Он просто нацеливается сквозь стену. Он все делает сквозь стену. Ну давай за саспект. Покажи нам отличный хэдшот. Так, еще один хэдшотик должен быть. Как думаете, будет хэдшот? Если хэдшот, давайте лайк. Во, все, ребят. Ставим лайк и подписываемся на канал. Все дела. Так, наконец-то наш саспект осознает то, что ему нужно пойти на А. Откидывать какую-то. Ну и собственно на этом демка заканчивается. Итак, ребят. Давайте принимать решение. В общем-то, серьезное нарушение помощи прицеливания. В общем, когда он стрелял, я иногда замечал, что у него залетали слишком странные хэдшоты. То есть, именно при зажимании. Я не знаю, стоит ли это как-то расценивать. Но мне кажется, если я нажму даже недостаточно доказательств, а помощь в обнаружении будет убедительное основание, то никакой роли это не будет играть. Так что вот, вспомогательные средства, ничего такого не было бы ни хопы, ни залы, и неподобающее поведение тоже не было. То есть, он просто ВХ-шник, причем очень наглый ВХ-шник. Ну, собственно, все. Опубликуем вердикт. И пусть там дальше.